Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 84. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 4 марта 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Как эпиграф взято к этой теме. Вопросы, пожелания. Я все время беру и начинаю объяснять. Теперь направить на себя. Если сказал это, значит это действительно видят теперь. Так и было. Везде. Предательство. Люди, которые этим занимались, предали царя. Они думали, будет свобода. Наконец от царя освободились. А дальше началась такая измена. Вчера, что друзья начали уничтожать друг друга. Здесь раскулачивание. Здесь 37-й год. Здесь война. Высказать нельзя. Здесь шла о миллионах, сотнях, миллионах. По всему миру это распространилось. Зараза. Измена, трусость и обман. Я сегодня коснусь только одной стороны. Где она сейчас закрепилась. Какие позиции. Прошу, что вопросы ко мне. На контакте я не бываю. В контактах одноклассников. Считайте, что тут написано. То сами перетаскивайте вопросы на наш форум. Покажем. Потому что модераторы не всегда это успевают делать. Администрация не успевает смотреть. И все. И объявления. Чтобы помогли. Краткое содержание. Отдать каждого ролика. Возьмите какую-то тему. Посмотри, где еще не сделано. Там же видно где. На какой минуте. О чем там говорится. Вот некоторые уже помогают. Извинулось место. Четыре уже человека помаленьку помогают. Вот так. Ну и вот это вот на нашем сайте. Что это такое. Там книги у нас. Сделать нужно вот эти семь позиций. Сейчас как-то с телефона. Еду читать. Я ничего этого не знаю. Но. Люди не могут раскрыть. В нашем формате. Так говорят. Ну помогите. Сделайте на меня сошлите. Ну и теперь объявление. Которое у нас. Почитайте. Какое время? Тормозите у себя на этом месте. Мне время дорого. Каждое утро даем отсчет за прошедший день. Давай. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. В новом ролике вы все озвучили. Поэтому более нет нужды эту тему размазывать далее. Хочется сказать лишь. Что не случайно заголовок вашей рубрики. Так и есть. Вы верно ответили на Друсенко. По этой же теме без имен обойдемся. Что человек, необращенный, не переживший духовного рождения, рано или поздно обнаружит себя. И из него вывалится вся его внеотвергнутость в себя. Что и случилось. Такие люди в состоянии самоиллюзии, независимого мышления и мнимой альфа-самцовости, чуждые опыта радости общения в духе истины, лишены чувства благодарности и в конце концов сыновней почтительности. Я же знаю человека. Откуда надул этот ветер? И есть основания полагать, что эти люди... Подожди, как ты считаешь? Я же знаю наверняка. А, я же знаю наверняка. Откуда надул этот ветер? Есть основания полагать, что эти люди, скажем так, из далекой страны и не из нашей истории. Суть троянские икони. Впрочем, это и вам, думаю, очевидно. А так, это все в целом взятое, пустоцвет, перед зовом вечности, перед ликом Господа нашего Иисуса Христа. Мы же молитвенно ободримся. Храни вас Бог. Это сообщение, если хотите, можно не защитить его. Тема закрыта, светофильтр вышли позже. Речь идет о нападках, какие на меня устроили в этом году. Просто лавиной, лавиной шло. Я на это отвечал. Сегодня немножко дадим прояснение. На кого еще больше? Я смотрю, на патриарха нападает больше, на Горбачева больше, на Путина больше. Так что у меня еще переносимо. Господь знает. Тем более, они там не были, где я был. Меня Бог на мелкое перетирал в моей жизни. А это нападки ничего не значит. Они Бога не знают. Они в системе находятся. Система, допустим, коммунистическая. Ты должен думать, как партия. Нельзя против, сразу тебя высчитать. Это система патриархийная. Система тройной лжи, как я называю ее. Система в этой системе рожденная. В пятом отделе КГБ. Ее так называли всегда. Тройная ложь. Патриархия образована была Сталином и Берией 4 сентября 1943 года. Цель развозить заразу коммунизма по всему миру. Ну, оттуда теперь вот эти труды такие идут. Они выписывают из-за границы. Главный сектовец вот у них ездит везде, стравливает людей и прочее. Это нельзя не видеть. Вот это открытым текстом. Вот мне что пишут. Коротко сказать им. Владимир Кульбицкий. Здравствуйте. Хотел бы узнать ваше мнение об откровениях об Аде. Как говорится, люди не имеют страха перед Адом. Им свыше его открывают некоторым избранным, чтобы они рассказывали остальным. Есть даже аудиокнига, которая называется «Откровение об Аде». В ней полное описание Ада. Если вам будет интересно, то я вам пришлю. Нет, мне это не интересно. Ты хочешь узнать, что такое Ад? Ну, приблизительно так. Протопопа вакуум так. Когда его на исповеди женщина понравилась или что-то, он скрутил свечку вдвойным, две. И на это пламя руки положил, пальцы. Такое было и у Якова, считаем, в житиях святых. Вот и узнаем о Далейке. Это не Ад, конечно. А то я как в Аду. Сейчас так говорят. А то я жила как в Аду. Там муж пил, и я как в Аду. Нет. Даже сравнений нет. В Аду нет конца. Здесь есть конец. Дальше. В Аду нет покаяния. Здесь покаяться можно. В Аду нет... Воды капли даже. Ну, конец пальца опусти. В Аду вытащи и перетащи через пропасть. Что там останется? Но даже этого нет. Отдохновения. Там только воспоминания жгут. Вспомни, что ты получил в жизни твои добрые. Вспомни. Вспоминай теперь. Утешайся этим. То есть непрерывно будешь в этом грехе. Не надо этого. Один так красочно разговаривал. Говорил пропасть на эту тему. А другой говорит, ой, можно подумать, что я из командировки прибыл из Ада. В Аду был не меньше месяца. Юрий Соболев. Появляет должное покоение в них. Кто не плачет всегда, тот не достоин. Вот видите, как святым. А сегодня так, говорит, вместо буквы М поставить Х надо. Святых. То есть троицы. Святая от святых. Там у них. Ну, то есть вы думаете, что не надо. Святая святым. Людям, которые живут свято. А делающие все это и проводящие жизнь в своих стенаниях и слезах, вполне достойны не только в праздник, но и каждый день. Хотя и дерзко сказать, с самого начала своего покаяния и обращения быть в причастие этих божественных тайн. Тот же, кто не достиг этого состояния, должен приобщаться редко или вовсе воздерживаться от причастия. Это Иоанн Златоус об этом говорит. Воздержись от божественных и страшных тайн, пока не приобретешь внутри себя совершенно твердое отношение к злым делам греха. Когда увидишь, что пришел в такое состояние, тогда приблизься. Приобщиться не хлеба и простого вина, но тела и крови Божьих и самого Бога. Мы видим, что взгляды Симеона по вопросу о том, как часто надлежит причащаться, в целом совпадают со взглядами Феодора Студита. Ежедневное причащение возможно в идеале, но не может быть порекомендовано всякому верующему. Самое важное – приступать достойно. Не видится, что сторонникам частого причастия следует внимательно вчитаться в это наставление святого отца. Кто не исповедует ежедневно тайность сердца своего, кто не являет должное покаяние в них, «Кто не плачет всегда, тот недостоин». Много ли сегодня нас, православных, соответствует этим словам? Вот тут все просто. А они теперь нападают даже на этого Юрия Соболя. Вы с раннего утра хвалите Лапкина и сочтут его за злословище. Сочтут, а не злословище. То есть люди будут думать так, что он что-то в этом имеет. Как вот здесь хорошие отзывы, все. И вдруг переворачивает и начинает все говорить против. Вы хотите узнать правду какую? Я вам покажу, где это. Очень даже просто. Вот посмотрите, где. Я открою сейчас наш сайт, показать. Вот он как выйдет. Вот видите Библии. Вот здесь вопросы, ответы. Если это видно, где. 55 папок. Ткни в папку любую. Вот война. Служба в армии. Только ткнул, уже пошли. Какой том открытым оком? Это у меня 33 тома по 752 странице. Какой том и какой вопрос? Одни вопросы. Такой-то вопрос. Сейчас вопрос ткнул. Ответ. Ну, ответ обычно бывает несколько страниц и местописания. Здесь какое-то легкие. Вот так. Открываешь. Вот она. Черным местописание. Ну, жирным курсивом. Где-то. И вот здесь есть такая книга, открытая для слова «Боже не туз». Вот она. Я ее откнул только для слова «Боже не туз». Ну-ка, дай ее сюда. Вон она лежит. Показать это. 400 чем-то тут есть. Вот здесь посмотри. Где. Есть или нет. Вот здесь вот. Что? На Алтае. На Алтайской земле. Ну вот, 420 страница. Вот эта книга. Это второй выпуск. Посмотрите, как она выглядит. Ламинированная. Ее видно. Здесь много фотографий. 64 цветных фотографий. Это где мы ездили, где проповедовали, как в Потеряевке. Видите, на ламинированной бумаге. Все книги у меня сшиты. И вот здесь говорится об отце-ягумене Кирилле Сахарове. Как он приезжал с группой людей и написал вот эту статью. Ну, вот зайдите, почитайте. Посмотрите. Ну, нельзя быть вот на Алтайской земле. И дальше вот он и говорит. Совершенно не видит, не слышит, не знает. Он что не видел, абсолютно все понравилось. Это удивительный человек. Член Союза Писателей. С группой учащихся был. Служит на Берсеневке. 200 храм, 200 метров там, 300 от Храма Христа Спасителя. По эту сторону. Прямо вплотную к каналу. Ну, зайдите однажды, позвоните там, поговорите. Ну, просто помутненный. Я гляжу, который нападает, такое впечатление, что они вот-вот рассыпятся, лопнут. Можно подумать, что глаза выпали от злобы. Ну, нельзя так жить. Нельзя. А что это? Это связано с миссионерскими отделами. Вот об этом я сегодня хотел поговорить. Где измена, главное, скопилась? Трусость и обман. Это все абсолютно находится там, где люди не имеют страха Божий полностью. И все это в какую-то систему сворочено. Не сам по себе такой. Или поступил в семинарию. Это система семинарская. Там его научат. Бритые в галстухе профессора. Промассоненная, может быть, до мозга костей. И вот, как надо быть? Какими миссионерами? Что такое миссионер? Зарядите в интернете. Ну, в гугл, в яндекс. И вот, прочитайте. Считай. Бурятия, 19 век. Один из миссионерских казусов. Описан. Ну, даже это коротко взял. По тому, как миссионеры становятся одними из них. Вместе живут с ними в юрте. А так кто? Архимандрит, Макарий, Глухарев, на Алтае трудился. Канонизированные иные. Тогда был Архимандрит. Вместе живут. Архимандрит Спиридон Кисляков. Из Виньи. Фамилия его. Из Виденного и Пережитого. Вот. Один из примеров его. Я уже говорил. Ну, зарядите его, прочитайте об этом. Он проповедует ламам. Ламы это как священники у буддистов. Говорят, люди очень образованные. Высокий уровень, как вот у иезуитов. Там несколько университетов, практика, опыт. Никакое сравнение идет с мирским образованием. Там и медицинское обязательное образование. И он говорит, вы сейчас собрались, чтобы высушить? Они сказали, юридики, да какие тут миссионеры сейчас, которые называются-то, куча-то собралась-то, чтобы они вызвали баптистов, чтобы они им проповедовали? Да никогда. Или вызвали свидетелей, называемых Иегову. Вообще они никого не признают. Кроме себя догнать, раздавить, уничтожить. И поэтому у них такой руководитель, там, Дворкин. Человек, бывший наркоман показывает. Человек с двойным гражданством. У него веры, видимо, никакой нет. И сколько он процессов уже проводили? Судить. Среди зимы там кришнаи там где-то выбросить. На мороз. Что угодно могут сделать. Ни перед чем не останавливаться. Самое злобное, самое коварное, предательское, изменническое. Все это сконцентрировалось сегодня там. По выбору. А как сделать? Никак, только молиться. И вот лама ему говорит один. Встал после его выступления, говорит. Господин, вы хорошо сказали. Вот если бы все люди верили, как мы верим, они спали бы спокойно. То есть ничего не своруют. А вот если бы верили, как вы сказали, никто бы не спал. Они бы день и ночь славили Бога. Какой ваш Бог удивительный. Но вот я вам скажу следующее. Мы ждали, когда проведут железную дорогу. Сказали, тут легко связаться, будет съездить в город, там купить и проще. У нас жены были послушны. Дети при нас. Но дети сделались непокоривыми. Рано умирают. Что-то с ними сделалось. Они валяются. Жены наши стали болеть какими-то болезнями, никаких у нас не было. У них носы проваливаются, сифилис. Вы говорите о Боге. А у вас рот в крови. Он говорит, я как пришиб, ничего не мог ответить. Я медленно вышел на улицу. У него там конь стоит и два мешка с сухарями. И он жил среди них, бурят. Это удивительный. Спиридон, посчитайте его. Я едва-едва добрел, говорит, до леса, упал. И до вечера, до ночи не вставал. Плакал и плакал. Вот что миссионерам этим, лжемиссионерам надо делать. Вы малой части не сделали того, что сделал Спиридон. Посмотрите, как он обращается. Я напомнить хочу, как у них догнать, раздавить с властью, сергианство от митрополита Сергия Острогородского. Ваши радости, наши радости. И сегодня они вот обо мне сделали какой-то доклад, какую-то бабенку там подсунули. А составил ясно, кто там из Томска. Все это миссионерское. И вот он выступает в Москве, международные чтения рождественские. И обо мне. Полностью весь доклад обо мне. И в конце, ну ничего нет криминального. Это нет. Ну не так с детьми. Ну я там, у меня есть контроль. Есть и священник. И приезжают люди, родители. Если нет, Роснадзор надо обратить. Ух, как они загалдели, там слышно все. Вот это истинная патриархия. Связь с властью. А если ты миссионер, у тебя сердце должно быть жалостливое ко всем. Они не понимают, только с нами. Кто они с нами, тот против нас. Что? Враг не сдается, уничтожает. Это Максим Горький сказал, Пешков. Алеша. И вот интересно, мне звонит один священник из Тульской епархии. И говорит, вчера собирались в епархии, жаловались на Сергея Журавлева. Он называется архиепископом, обновленческая церковь на Украине все это делал. Я знаю, я его не друг, не эту, там много говорить неправильно. Но это бывший священник православный. И что? Так они добились, они сумели добиться как-то. Его сайт закрыли. А время было к вечеру. Говорю, сайт закрыли. Да какой же они имели право? Ну, чтобы не распространял. Да он откроет к утру уже три, в разных странах. У него такие связи, его поддерживают там какие люди-то. Вы что сделали? Отец, иди скорее в епархию, убеди этих лжемиссионеров своих попов-то. Чтобы они разблокировали его. Он пошел не тут-то было. То есть они не могут по-другому. Но и так получилось. Он тут же открыл несколько сайтов еще больше. А вот они какие, попы. Вот они какие. Мамо Басилис. Это Мамо, то есть отец Василий в Грузии был такой. Он что? Он все везде только носил, убрал. По сказанному завету, да. Он не знал, какого духа. И вот, иеговисты везут им контейнера, литературу. Перехватил контейнера, и сожгли контейнера. Даже сказать нельзя. Дальше что? Редакция, газеты, там что-то не так сказал. Он со сварщиком пришел, заварил дверь, они не выйти, ничего не могут. В конце концов посадили, а полиция стоит и смеется, милиция там. Все кончилось. И вас ждет эта же самая участь. В Новом Завете, когда пытались так давить, вот аряне садили нельзя. А когда православные пришли к власти, сразу аряне садили царя. И кто противопрепятствовал? Язычник, император Константин. Это язычник. Просто он, политика, понял, что христиане уже больше, более живительная такая религия. Ну и объявил ее государственной религией. И он сказал, этого не делать. Садитесь вот в ваш стол и беседуйте. Язычник это видел. А православные оттуда, вот оно откуда идет это все, в преследование других. Притом преследование страшное. Слали, и чего только не делали, и пытки, и убийства, и чего не было только. Это все в житиях я узнал. Какие уставы у них. Вот. Поэтому если хотите узнать, где это, вот измена трусость и обман. Она буквально вся сконцентрировалась там, где обманывает Бога. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Они там за места бьются. Кто будет главным. Если ему пообещают руководителем миссионерского где-то отдела или что-то. Умирает буквально все, топчет и предает. Ну это все кончится, любезные мои. И главное, когда нападали на меня. Жуткие там всякие ставят, алюлюкают и поносят. Но когда я им ответил в ответ. Одни слова такие, это злословие. Ой-ой-ой. Как злословие? Я на каждое слово вам могу ответить. Я сказал согласно тому, что вы делаете. Как эти вещи называются. Измена трусость и обман. Остановитесь на этом пока. И вот вчера мы разговаривали. Я говорю, вот, Горбачев-то, ведь это помазание Божие. Да вы что говорите? Помазанник это Христос. Я говорю, он и есть Христос. С маленькой буквы. Так мы все помазанники, как Христос. Хрисмо. Помазание. Я говорю, посчитайте. Это мне сказал, когда сидели в одной камере. В 86-м году преподаватель второй группы космонавтов сидел со мной в камере. На строе было. Нас назвали камерой академиков. Эти, которые охраняют. Я потом узнал, какой академик там. И он был начальник училища высшего авиационного в одно время в Барнауле. И вот он говорит, вот эту тайну открыл. Что такое Горбачев. Это, говорит, невозможно придумать. Если бы сказали составить что-то из однопамильцев. Нет, это начальные буквы фамилии взять в одном доме живут. Тут много людей. Дальше уменьшается. Количество гранначальников уже меньше. Количество губернаторов еще меньше. Количество там кого-то. Ну, наконец, первый секретарь, генеральный секретарь партии. Он один. И поэтому выбирать не приходится. Из фамилии берется только первая буква. И все должны быть заключены в одной фамилии. Я говорю, как это? А вы считайте, говорит, Горбачев. Переведите. Горе это горе. Горе пришло в страну. И как? Брежнев. Вы согласны, что у него буква Б? Я говорю, ну, вот она Б, Брежнев. Ну и что? Он умирает. Ну, ничего еще не понял, в чем дело. А за ним-то кто будет идти? Я говорю, Андропов. Ну, считайте Б, А. Действительно. Как так? Там никаких других фамилий никак не может быть. Это один человек, генеральный секретарь. А за ним кто? Я говорю, ну, он умер скоро его. Постойте. Так я Черненко избрал. Это редкая фамилия на букву Че. Посмотрите. Ну, а у него Че, говорит, и есть. Да не может быть. Действительно. Ну, еще, говорит, будет Е, но неизвестно кто. На то время был Горбачев. Должен быть за ним. Он сейчас должен что-то сделать. И... Да вы что? Я говорю, что Горбачев. Че? Действительно, в таком же порядке. И так идут. Это в триллионной степени делать возможные варианты. Не сделать. Это знаковая фамилия. А вот они четверо выстроились. И вот когда готовилось его выступление в 86-м году в тюрьме, там в каждую камеру принесли динамики. Как бегают там, где они набрали столько специалистов, чтобы было все... Указания дали, чтобы все слышали доклад. Ну, и я должен слушать. Ну, я заранее встал, за час примерно. И у меня псалтырь прочитывался на молитвах за два дня, полностью весь псалтырь. Я стал читать. И думаю, как только первое слово, звук раздастся, я остановлюсь. Хорошо слышно. Вот на чем я остановлюсь, я на это обращу внимание. И вот начинается доклад. А я стою и читаю, молюсь, читаю. А они готовятся. И вдруг первое слово, он только начинает, говорит, дорогие товарищи. Да, я сразу остановился. И говорю, что? Псалтырь. И там показано. И показано, что? Что эти люди мира начинают, там 32-й псалом, и ничего не успеют. Не успеют, ничего не будет. И я им сразу сказал, ничего этого не будет. А что сокрушило коммунизм? Две личности. Гласность. Гласность, которую провозносил Горбачев. Что такое гласность? Открытое лицо, человеческим лицом хотели показать социализм. 70 лет показывали, увидели такое чудовище. Такую мерзостную харю, что все отступили и республики по сторонам разбежались. Что они увидели там? А за рубежом смотрели, приветствовали. И в это время появляется над миром Солженицын. Немножко раньше еще. Интересно. Я сейчас покажу Солженицын, а Александр Исаевич. Что он сын Исаии. Я даже в этом увидел. Исаия это редкое имя. Я в жизни не встречал ни одного Исаия. Александр Исаевич. Говорит, а он весь жит. Он Солженицын. Да тут больше слышится, что может быть не Солженицын. Он именно понимает, что как солнце, жнива, там другие. Я не знаю этого. Но главное, что сын Исаии. Это точно. И вот почему он помазанник. Считай. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. То есть Кира называет помазанником. Кто Исаия. А у Исаии должен быть сын. И вот архипелаг ГУЛАГ появляется. И что интересно, патриоты, которые считают патриотами. А я к ним отношу слова Михаила Александровича Шолохова из Тихого Дона. Он говорит, от каждого червивого котелка за версту воняет патриотизмом. Вот они. Прямо на Солженицын нападают. Это гениальный, редкий человек. Опубликовал то, что нельзя было опубликовать. Сколько он отсидел, как ему грозили. Я первый в стране, мне Бог дал это. Насчитал его 11 пленок. Это 66 часов. И распространил по всей стране. А через 10 лет первая только глава появилась в Новом мире у Твардовского. Александра Трифоновича. Дальше. И главное, нападает на него. И на меня. Вы его считаете, да. Когда нас на Западе распространилось, и все тогда увидели, что такое. Ну и тут, естественно, весь народ поднялся. Так говорит Кир, царь Персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный. И он повелил мне построить ему дом в Иерусалиме. Это выудеи. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет. Понятно. Это языческий царь. Никакого отношения к иудейской религии не имеет. Еще. И дальше читаем первая книга Ездра. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мефредата, сокровища хранителя. А он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву. Как повелел нам царь Кир, царь Ейперсидский. И вот Горбачев принял верхушку православную, открылись храмы, заговорили, свобода. Вот он, помазанник. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить себе дом Божий. Ну, сходится, все сходится. Да, шикарно. Потом отдельно, еще раз покажу, посмотрите, Горбачев. И за ним появляется Ельцин. Четыре генеральных секретаря, он только один в стране, в таком порядке, и заключенный в одну фамилию. Это нельзя составить. Это нельзя. Ну, попробуйте, которые до них были, там, где, там, Хрущев, там, куда-то. И что-то, найдите такую фамилию. И чтобы это знаковая фигура была. Нету ничего. И вот он живет и свидетельствует. Да, он не такой, да, сделал плохо, но вы это поймите. Знаковая фигура. Мы заезжали, там, Благодатная, кажется, называется, его село, где были. Я подарил ему книги Горбачева свои. Через его знакомого, там, председателя послали. И вот теперь дальше. Спрашивали меня. Каждому народу поставил он вождя. Говорили, говорят, а как вот Михаил, про него написано что-то в Библии, Михаил Мечен. Я говорю, нет. Тут другое. Вот смотрите. Каждому народу давно он поставил вождя. Какого вождя? Что? Ян Златоуз говорит, это ангел-хранитель. У одной, у каждой страны свой ангел-хранитель. Вождем называется. Да, это так и есть. А Израиль есть удел Господа. То есть у него архангел Михаил, который за него заступается. Архистратик Михаил. И дальше Даниил говорит. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий, засунул народа с твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа своего все, которые найдены будут записанными в книге. А о чем здесь говорится? Ну вот все спрашивают и непонятно. Я прочитал опять же Феодорита, архиепископ Кирский. И я насчитывал на пленку это. И Златоустая. Поэтому сохранилась в памяти Михаил каждому народу. Ну и что? Ну исполнилось 70 лет. Бог добавил им еще два года. Они пробыли 72 года в плену. И в это время перед Богом на небе пристали сыны Божьи, какие в первой главе говорится. И Михаил говорит, Господи, отпусти народ. Они все время молятся. А в это время персидский князь, персидский ангел, который над Персией, он говорит, Господи, не надо отпускать. Они там в стране своей идолом поклонялись. А здесь они не кланяются, они молятся. Да и кроме того, мой народ просвещается. Мой-то народ-то, он не знает закон, а теперь многие персияне узнали Бога. Архангел Михаил как бы говорит это, рассказывает. И говорит, Господи, ну ты же обещал, ты не ложный в слове своем. А что люди будут думать, обещал, не выполнил. И в конце концов Бог отпускает их. Вот какой Михаил, конечно, не Горбачев. Не Горбачев. Но в данном случае попадает на него, что вернул сосуды, многое награбленное, и книги, иконы, и храмы стали строить. Вот. Теперь посчитаем, какие пришли. Ну, несколько хотя бы. На один день. Алена Иванова. Благодать чувствуется. Лица такие светлые, благодатные. Вот птички Божьи прилетели, свили гнезда, подпевают во время молитвы. Понимают, что самое безопасное место для них рядом с Богом. То есть это 83-й псалом, у алтарей твоих, Господи, птичка ласточка бьет внизу. Ласточка, алтари Божьи. У нас так и есть. А ты думаешь, да что, ласточка, да они там то гадят у нас, нигде не гадят. Ласточка чистоплотная, это не голубь. Она все выносит. А что упадает? Постелена, там картонка под гнездом прямо сделана. То есть, ну не знает, на что напасть. Дальше. Обратите внимание, над какими именно иконами свили они гнезда. Тайное вечер. Над входом в алтарь и справа от входа. Образ крещения Иисуса Христа. Сиение случайно, а промыслительно. Чудны дела твои, Господи. Слава тебе. Сергей, напрасно вы говорите, что ласточек прогоняют из домов. Из домов. Как ты ударение-то делаешь прямо. Помню, в деревне всегда под стрихой дома жили ласточки. Гнезда вили, никому не мешали. Думайте, благодатнее. Ну не под стрихой, а они находят где-то внутри. Это не воробей. Под стрихой это там, где солома торчит, ласточка там лежит. Но смысл понятен. Где? Вот интересно. Крещение Иисуса Христа. Икона висит. Ласточка она ранее. Это прилетает, когда рано начинает. Уже в мае есть. А у нас в июле. После 7 июля, 7 крещения. Уже ласточки вывели гнездо. И вдруг на этой иконе начинает. В день крещения у нас. Ласточки ни с того ни с сего начали видеть гнездо. Да так быстро дня. Ну 3 прошло, 4. Гнездо полностью готово насело парить. Вот еще какое знамение. Никогда этого не было. Обычно медленно-медленно строят несколько недель. Потом парят. И здесь выбрали икону. Именно крещение. А у нас крещение. Вот я не хочу. Но поневоле думаешь об этом. Макс Лаврентьев. Батюшка Игнатий сейчас идет предательство святой веры нашей в лице лжепатриарха Кирилла. Почему вы молчите? Ну, Максим, я не молчу. Много уже сказал. Предательство лжепатриарха. Видите, как быстро. Уже лжепатриарх. Все. Я не думаю, что он лжепатриарх. Это первое. А во-вторых, я уже несколько раз об этом говорил. Я за него молюсь и считаю, что патриарх Кирилл ничего плохого в данной ситуации не сделал. Он встречался. Ну и что? А то теперь католичество. А что вы сделали с зарубежной церковью-то? Сначала актатаническом признании, что мы церковь, таинство друг друга признаем. Таинство. А то уже накатая на дорожку. А потом сейчас гвоздят нас любыми путями, чтобы зашли в патриархию. Раздаем, размещаем. И все эти миссионерские отделы, как я называю, кодло патриархийное, просто ужас какой, что они делают, что говорят. Нормальные люди были, как с ума посходили. А вот теперь это от католиков на вас, что сели, то и пожали. Всего лишь признание. Уже все по-католически идет. Вы не видите, какое лже-крещение-то идет. Его нет крещения-то. По-католически. Всех при счастью. Чаще исповедуйся, чаще прищищайся. Бритые стоят. А то что, православное? Чего вы вдруг сгомозились-то? Патриарх, что за закрытыми дверями, я не знаю и не одобряю. Но я говорю о встрече. Во встрече самой-то ничего нету. Он ни к чему не приблизил. Да, теперь буду думать, вот он вышел, он теперь обнаружил лицо свое. Повторяю, я его не считаю лже-патриархом. Он настоящий патриарх. Неправильно был избран. Неправильно. Не допустил, чтобы там тайное голосование было, как патриарха Тихона. Я ему не самый близкий друг. Я лично с Горбачевым не встречался. Лично. Не встречался. Ни с Солженицыным, ни с патриархом. Но говорить пакости не могу. Зачем? Елена Гурьянова. Вот что-то вторую фотографию нашу поставила. Это в прошедшем году. Вот как надо крестить. Батюшка в одессе стоит. Почему бы вам не построить более удобный деревянный пирс с широкими крепкими опорами, ступенями в воду и перилами? Думаю, было бы удобно и красиво. Мы так делали, но тут лед, все застывает, а весной вода поднимается, все вырывает. Это очень трудно. Это в воде, надо заливать сваи. Никаких приспособлений нет. Это в воде. Еще холодно. И простывали. И каждый год заново. Его разносят доски по всему пруду и нигде не найдешь. Нету. Желательно. Лучше было бы не керри наше, а делать кирпичное с водопроводом. Ничего этого у нас нет. Мы делаем на пределе. Дальше ни одного человека не можем представить, чтобы больше сделать. Нету. Ольга Равнова. Извините, на мне много страшных грехов. В том числе богохульства и тех, о которых сказать страшно. И мне Господь уже произнес в приговор, что я буду мучиться в аду. И в гиене огненной день и ночь бесконечно. Бывало ли такое, что он передумывал? И еще мне Господь запрещает за мои грехи и моим некоторым родным к храму его даже подходить. Что делать? Ну, откуда-то уверенность, что запрещает подходить и прочее. Ну, я отправляю куда? К священникам. Сходите к священникам, поговорите. Вот такие грехи и прочее. Я сделал, а то другое. Ну, для Бога-то наши грехи, говорит, одну искру бросит за хребет в океан воды. Ну, что она, погаснет, не погаснет? Бездна бездну призывает голосом водопадом. Бездна моих грехов призывает на помощь бездну милосердия. То есть бесконечное милосердие Божие. Вот. Надо раскаиваться. И Господь как-то это... Как сделает? Как? Милосердием своим сходить на исповедь. Обязательно на исповедь сходить к священнику. И мучиться в аду. Узнали в гиене. Не могу сказать, откуда у вас такая-то уверенность. Даже близко к храму не подходить. Приходить можно. Если были до этого крещеные, пяти имья. Обязательно пяти имья. На четыре части. Одну часть, четвертую сказать. Заходить в храм даже нельзя в притворе быть. А другие там можно заходить, а потом с соглашенными выходить. Не убивайте себя так. Милосердие Божие безграничное. Надейтесь на Бога. Утешьтесь. Считайте Евангелие. Я для всех говорю, ты не знаешь считать еще. Ну, Евангелие от Иоанна. Считай четыре главы. Позаглаза хватит тебе, чтобы спастись. Все твое безумие уйдет. Вот говорят. Вот миссионеры как. Вот такое плохо там. И вот одна заходит. Только что убили. Данила Сысоева. Батюшку в Москве там где-то. Кантемировская что ли. Мы там заходили были где-то. И она называется Адарка. Не поймешь, мужчина или женщина. Как она взялась. Да это падла. Это такое. И его. Это правильно убили его. Это бык. Ну, что она могла только говорить-то. Он или она. Непонятно. Адарка. Я не убрал это. Оставил-то. Но. Стал молиться. Ну, у Андрея Кураева там на сайте много говорят. Ну, кто за них молится. То, понимаете, мы разные. У меня есть время. У меня есть мощное оружие. Вот я вам показываю. Вот. И я стал молиться. И что вы думаете? Проходит год. Она вдруг появляется. Я прошу ради Христа. Уберите. Что я говорила? Я в безумии говорила. Я не такая. Это просто тогда такое настроение было. А уже зашла под именем кистка. Потому что я ее заблокировал. А материал оставил. И она не может ничего сделать. Она тогда на модератор вышла. На всех. Я умоляю Христа радио. Уберите. Уберите. То есть. Обычно говорят. Не убирайте. Что написали. А тут уберите. Это у меня единственный случай был такой. Здесь. Я не убираю по сегодняшний день. Просто зайдите на наш форум. Зарядите. Даниил Сысоев. Или Адарка. Она. Кистка там где-то. Она уже возвращалась. Ну, не меньше, я думаю, пяти раз. И умоляла. И падала. Я перед вами на коленях там всякие такие извинения давал. Но я не убираю. Я помолюсь ей. Как бы внутренне по нему убирать не надо. Это ей дает раскаяние. Это ее слова. Ну, а я тут хозяин. Убирать не убирать. Убирать никто не может. Ни один модератор. Никто не может убирать. Вот какое дело. Дальше. Власенко Елена. Здравствуйте. Помогите советом. Я сейчас работаю в колледже. И сегодня поймала студента, что он употребляет наркотические средства. Об этом сообщила тренеру. Он мне в ответ, что я могу быть голословно и сама пострадать за кривету. Но потом мне позвонил сам студент и признался. Я наш разговор записал на диктофон. Хочу завтра все подоказать. И жутко обидно, что меня оскорбил коллега. Если я отвечу грубо ему завтра, со всеми доказательствами, то это можно сделать? Ну, можно сделать. А на поставлен такую отметку. Он его под королем зарезал у нас здесь в университете. Студент. Сами посмотрите. Он наркоман. А тебе зачем там быть? Ну, отойди от них, если не в силах это делать. Потом отвечу. Надежда Зотова. Прошу вашей молитвенной поддержки за моего мужа. Страдает алкогольной зависимостью. Не дает семье мира и покоя. В нем словно бес сидит. Очень тяжело. Что интересно, вот этот вот, который нападает на меня, знает ли они это? Вот такая шабодарка была. Вот другой где-то нападает где-то. Молимся мы здесь. И друг сообщает. Мне как открылось, что я делал? Кто я такой? Я мерзость такая. И приставал к вам. Простите меня ради Христа. То есть я получал много-много таких посланий. Я выходил из храма. Настоятель против меня. Ну, сектант, баптист. Там раз Библия и есть. Николай Войтович. Благочинный Алтайского края. Мне один архиерей сказал, такие, говорит, примерно четыре во всей стране. Такая власть больше епископской. И люди слушали его. И потом вдруг Бог открыл глаза. Я выхожу, а тут 23 ступени. Площадка дополнительная. Высоко. Заходить в храм-то. Они падают, мне за колени тут хватают. Прости, плащут бабки. Мы думали, отец Николай говорил, а теперь узнали. Ну, и стали там другие бабки говорят, что у кого крыши, снег скинул, дрова распилили. То есть что-то пещу бесплатно сделал. То есть вот это в конце концов где-то сыграло. Я говорю, да плевать да забыть. Ну, я знать про это. Ну, говорила, ну еще теперь, ну говорила. Вчераший день. Встань. Иди в храм молись. Было бы о чем говорить. Он свое понесет. У нас свое. И эти, которые сейчас где-то беснуются там, им надо где-то выбраться, чтобы или председателем его поставили. Миссионерский отдел обязательно. А то самое, самое-самое там собирается. Разрушающая Россию во главе с Дворкиным. Это главный гуру у них. Гуру это плохо. Это хорошо. Гуру это учитель. И они полностью слушаются, уважают его. А за что уважают? Чему научились разделять? Кирпичом ходить, как этот, Сарионов, НТ. Его одобряли, а теперь пришло время, говорится, и съездили ему. Другие из других там. Один мне пишет, да это из одной банды все. И что интересно, я Сысоева признаю Даниила святым. Но все, кто сообщался с ними, миссионеры, самые злобные. Одну картину выставили. Мусульманка стоит одета, смотрит спокойно. И рядом машина. И на ней вот такая вот юбчонка маленькая, полупьяная девка написана. Родная дочь Даниила Сысоева. Сравните. Ну вот так Юлия, что ли, не знаю, как она назвать. Что тут отвечают? Это о студенте, который наркотики принимал. Ну вот, смотрите. Не отвечаю глупому по глупости его. Все, понял. Местописание. Дальше. Александра Гордеева. Почему в сегодняшнее время не собираются соборы вселенские, чтобы убрать ересь? Ее не уберешь, она внутри. Ну почему, меня зачем спрашивать это, кто собирается? Дело в Божьей руке собрать. Вот они все православные только начали, не вселенский собор. И тот, как загалдели, сейчас на патриарха. Патриарху помощь нужна, чтобы Бог защитил его от монашества. Монахи нападают, главное, это травят сейчас против него. Я считаю, этого делать нельзя. Никак нельзя. Ответ. Желание есть, но исполнить это не сразу. Будет ли восьмой, значит, так думают, будет там Антихрист. Дальше. Чем отличается священство от Аарона от священства почином Мельхиседека? Это тоже отвечено уже. Чем отличается? Те не имели права отпускать грехи, а те имеют. Главное, те служили то, чтобы как-то удержать народ от поклонения идолам. Главное, а здесь принятие Христа. Ответ там был вверху. Ответ? Ну-ка. Иоанн говорит, Иоанна 20.23. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставить, на том останутся. Почином Мельхиседека Христа. Власть прощать. Да. Сергей Обиход. В 2009 году мы разговаривали по телефону несколько раз. И вы тогда говорили, что? О том, что церковная история Евсения Кисарийского не авторитетный источник. Я говорил об этом, что что-то тут есть? И еще. Священство почином Мельхиседека не предполагает преемственности физического рукоположения, так как это служение насаждает сам Бог. В отличие от служения по закону священства Ааронова, там рукоположение необходимо. Это добавляет к вашему комментарию Олег Ловьев. Вадим Давыдов, мир вам. Как вы относитесь к Григорию Паламе? О, понятно, что. Какое дело к тому, как я отношусь? Что, где я нахожусь? Для себя что-то спрашивают. Почему всех так интересует это? Никак не пойму. Алексей, здравствуйте, Игла. Подскажите, пожалуйста, как относят людей к святым? Канонизация. И как мы можем определить, что они в Царстве Божьем? Пример. Вы рассказали про житие Марии Египетской, и про Петра, и Февронию. Как мы можем узнать, достигли ли они в Царстве Божьем? Никак. Никак. Вот отношу это, первое коринфянство, 4-5. Не судить никак, ибо скрытые помысли человеческие никто не знает. О ком думали в раю, говорят, удивятся, что их там нет. О ком не думали, они будут в раю. Никак. Михаил Васильев, здравия, Игнатий, почему вы говорите про галстук, что он от масонов? Вы знаете, все по-другому. Хорваты, французы, но никак не масоны. Меня также интересует, в чем должен ходить современный православный в городе. Что можно, что нельзя. И где это все описано? Ну, что галстука написано, атрибуты. И галстук превращенный в петлю, железная цепь и прочее. Вот заметьте, одинаково. Кто бы это ни говорил, верующий, неверующий. Если на нем галстук, зачем? Это не одежда, не греет. И когда его придумали, масонский знак. Если галстука нет, обязательно должна быть верхняя койка расстегнута. Обязательно. Вот два положения у них. А просто нормально застегнутого так, у них этого нет. Вот уже можно по признакам узнать. Как один говорит, мы где-то там сидели на каком-то большом банкете. Ну, он там масон, думает. А другой на меня посмотрел, говорит, я, говорит, вижу, он вот так, говорит, взял вилку и вот так, говорит, положил. Вот так положил на ложку. Я, говорит, глянул на него. А он так мигнул глазами. Я понял, он намного градусов выше меня. Я сразу склонил голову. Готов слушать и повиноваться. Как он вилку положил, как взглянул, вы ничего не знаете. Что интересно. Протокол из омских мудрецов. Это поделка царской охранки. И не признают их, что это от евреев. Не признают еврея и полукровки. Я одному доброму человеку, хорошее отношение взял и сказал. Говорю, почему не верят только вот они, полукровки. Я не знал, что он полукровка-то. Он как обиделся на это дело. Это ужасно. И как будто мы никогда не знали друг друга. Приезжал сюда, был. И, повторяю, очень добрый человек. Писатель. Сколько он добра делает. Но только намек на это. Как будто другая. Я говорю, ну, до этого говорили. Я говорю, верите, что будет антихрист? Ну, да. А кто он будет? Ну, это цыган русский. Святые говорят, что это будет еврей из колена данного. Данного. Почему это данного колена? Среди 144 тысяч вообще нету. Хотя это колено. А и прямо берется полуколено. А почему из него? Потому что происходит. Иудейские. Иуды. Это царственный корень. А это так. Яков, когда благословил, говорит, он будет змеем на дороге. Аспидом. Так что всадник опрокинется, упадет. Храп слышен от данного. Посмотрите. Они не верят в это? Ну. Я говорю, ну, а так в один день он придет на всем миром коленом? На всяким коленом? Нет. Должна быть подготовка. Все нации, все религии, подчините одному. Вот это сейчас и идет. По протоколам селонских мадрецов. Дальше. Ольга. День. 51 год. Село Малые Батырки. Мамотовский район. Да. Игнатий Тихонович, я благодарю Бога за то, что вы есть. И я живу с вами в одном районе. Читаю ваши книги каждый день. Многим подарила. И всем гордо рассказываю про вас. Если бы узнал про вас раньше, то вырастил бы у нормального, единственного сына. А так вырастил эгоиста. Я бы к вам его в лагерь отправила. Вот тогда бы был результат. Очень прошу. Прочитает много здесь. Ну что, благодарю. Приезжайте, потеряю. Вот тут вы рядом. Елена Власенко. Отец Игнатий, подскажите, как правильно поступить? У меня, у невестки, умер отец. Она завтра меня просит вымыть пол после выхода из дома. Я, конечно, согласилась. Но может, что нужно? Какой ритуал совершать, подскажите нам, не знающие. Понимаете, это все прихожане московского патриархата. Не учат народ. Но об этом будут отвечать. Как вымыть тряпку, вышить там, какой воды налить, и куда вылить эту воду, это все знают. Ну как мыло, так и мой, как всегда. Моника Олег Санян. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли или есть ли Иисус, есть ли Бог? Я уже много раз показывал. Да, Он истинный Бог. Как говорят? Бог. Вначале было слово, слово было у Бога. Сущий над всем Бог. Неоднократно говорится. Олег Тучков, Киев. Игнатий Тихонович, знаю за вас и за ваш сайт, часто смотрю ваши видео. Не могу дождаться, когда будут новые беседы по скайпу. Хочу приобрести ваши книги, весь комплект, 38. И где-то три комплекта трехтомникам. И три книги к истинному православию. Вы могли бы мне подписать 38 книг на память? Хотя я знаю, что не все подпишите. Так как там Божье слово. Ну хотя бы те, что можно. Знаете как? Ну договариваются, адрес высылают свой, перечисляют деньги, квиток фотографируют, отсылаем. Книг осталось очень мало. Всего тысяча экземпляров. А 90% почти бесплатного развез по всему миру. По библиотекам. Где они недоступны патриархийным извергам. Из миссионерской они гоняются, выманывают, лгут. Нам на семинарии нужно, чтобы книги выдрать не дать. Они ничего не делают. Они одержимы демоном злобы. Владимир Давыдов, миром. Как вы относитесь к Григорию Паламе? Ответ. Мертвая зона. Вот так. Один ответ. Как относят людей к святым? Канонизация. Ответ. Первый користром, 4 глава, 5 стих. Почему вы говорите про галстук? Что он от масонов? Ответ. 2-3. Чтобы старецы одевались прилично святым. Ответы. Писание. Вот то, что она говорила сейчас. Тут ответ. Умер. Умер. Вымыть пол надо. Как там что делать? Дальше. Это тоже ответы. Там про книги. Видите, сколько много ответов дают. Я вам сейчас письменно ответил. Здравствуйте, Игнатий. Рад с вами встретиться здесь. Как-то искал комментарий Александра Шевченко. Слава Иисусу Христу. Александр Шевченко об иных языках и наткнулся на ваш комментарий о нем. Ну и заинтересовался вами. Да, я впервые встретил православного священника, такого, как вы, знающего Писание. Я рад этому. Сейчас я просматриваю ваше миссионерское путешествие. Прекрасно. Но есть то, о чем хочу задать вопрос. Почему вы так часто употребляете в вашей речи слово сектанты? Мертвые мухи портят благовонные масти. Хотел было выложить у себя здесь ваш ролик. Но ради этого выражения отклонил. Зачем? Хочу услышать ваше мнение. Меня звать Александр. Мне 53 года. Благословение вам. Ну, хорошие слова, сказал все нормально. А как тогда сектанты это, где расходятся с учением, которое конкретно в церкви православной, расходятся там. Непризнание Христа, Богом, ну и проще. Символ веры, проще сказать у нас, который, никео-цареградский символ веры. Или не признают институт священства. Не признают. Это называется сектанты. Вы просто откройте словарь иностранных слов. Стоварь это истокармана словарь. Но это не мое выражение. Я тоже учусь из книг. Виктор Борисенков. Игнатий Тихонович, я каждый день просматриваю ваши ролики. Огромное спасибо. Дальше. Занятия вообще. Вообще как будто присутствую с вами. Желаю вам всего доброго за ваши труды. Храни Бог вас всех. Будьте добры, сколько я должен перечислить до Словы Денпушкой. Истопрожмаю очень. Дальше что? Таисия Царева. Дорогой Игнатий, у меня беда. Сгорел дом. Подскажите, как будет, что делать? У меня трое детей в Казахстан. Ну, когда сгорел храм, это у отца Петра в Белоруссии. У нас тут делали сборы. Это уже было, сгорело у отца Михаила Паса в Томске. У нас собирали даже от Ростислава, от их митрополита, благодарность есть. Наши откликались. Ну, у нас бабушки, не только это человек. У нас совсем маленькое общество. Ирина Коновалова, Ульяновск. Игнатий Тихонович, мир вам, хотелось смотреть ваш канал на Ютубе. В Бога я давно верю. Хожу в храм, молюсь в Богу, чтобы дал мне любовь к Нему, Слово Божие. Все ваши проповеди очень полезны для души. Ваши слова лучше понимают, чем проповеди батюшки. Игнатий Тихонович, скажите, как открыть свое сердце Господу, свои грехи и спореду? Ну, дальше что-то приобрести тут. Время просто нет. Дальше я отвечаю, что это есть. Ответы, которые я уже устно их отвечаю. Тормозну маленько. Вот ответ. Ответ какой? Слово Божие. Видите, сколько строк? Ну, если найдете, кто православный так отвечает, тогда люди бы не отвечали, что такая любовь к Слову Божию. Ну, так и есть. Александр Украина. Спасибо за ответы. Пытаюсь, постараюсь дать комментарий и возразить в ваших высказываниях то, чего я не нахожу в Библии. Ну, вот здесь прочитайте, я буду тормозить, прочитайте, что он говорит, потому что много. Он не согласен с чем-то. Ого, целое исследование. Ну, вот дальше. Видите, вот как один человек пришел и, ясное дело, что заботится о спасении. Православный так не будет писать. Александр Белозеров-Саратов. Вчера просмотрел ваш рассказ о откровении в храме на праздник воздвижения. Да, очень проникновенно и понял, что за путь непростой и гонения вы прошли. И что я не по канонам крещен, без полного погружения. Крещен в 91-м году. Просто намочили голову священной водой. Хотя позже много лет купались в крещении, как все в проруби на Волге. Иногда после службы хотелось бы побывать у вас и пройти полное погружение. Пожить и помощь оказать посильную. На Алтае пока ни разу не бывал, хотя и мы родители, туристы. Пишите, сговоримся. Нынче будет у нас 10 июля крещение. Я маршрутку вам выкину. Ну, наши правила. Должен быть и курящий, с бородой. У него все подходит. Дальше. Ирина Коновалова. Спасибо, Христос. Игнатий Тихонович. Книги уже можно заказать? Все, опять в книгах. Автографы и прочее. Эти книги расходятся. Книг уже немного. Говорю, наш Новый Завет, трехтомик. Впервые вышел за 2000 лет. Ни в западной, ни в восточной церкви, ни у католиков, ни у православных. Не было, чтобы полное толкование Новый Завет с откровением. Тем более у нас 240 иллюстраций, полный лист цветных. Мы очень серьезно подошли. Это второе издание. С закладками. Видели, в библиотеке Путина стоят. Ну и дальше вот отвечают. Посмотрите. Опять заказывают книги на сумму. Ну а теперь другая цена. Александр Долинцев. Святая Троица, Бог, единственный по существу и строительству в листах и поставках. Отец, Сын, Святой Дух. Бог, Отец, Бог, Сын, Дух Святой. Единый, единственный Бог, познаваемый, здоровый, право, славный. Ну ладно, просчитайте. Просчитайте, посмотрите, о чем он. Ну много пишет, я не могу читать. Коротко. Александра Гордеева. Мир вам прошу, молите за рабу Наталью, мою свекровь, нападает на меня против похождения в храм. Ну вот так. Теперь вот ответы начинаются, кому какие. Просчитайте просто. Я не буду увеличить, посчитайте. Или зайдите на форум. Филипп Олейник. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Безумно вам благодарен за то, что принял святое крещение у отца Кирилла Сахарова. О, мы отсылаем куда? В московскую патриархию. Вот это мочение на Афоне вообще не признает греческая церковь. Это не Игнатий придумал-то. Войны Сенецкий не признавал, он канонизировал. Как признавать, когда не было-то? Это обман. Пираты захватили корабль. Это не перекрещивание. Полное крещение-то заповеданное Богом. Во всех языках крещение переводится по гружению, тауфен, баптизм там. Но нет русских взят от слова крест, от того, что ты будешь гонимый, страдаяц. Показали крещение. Такой перевод только в русском языке и в славянском. В церковно-славянском. Вот как наш форум выглядит. Посмотрите. Вот заходите сюда. Вот здесь вот две позиции. Новое сообщение ткнете, сразу на последнюю страницу. Вот. Где что искать. А вот здесь вот общий поиск. Рамочка выскочит, зарядите, что вам надо, и сразу найдете. 1587. Это огромный-огромный материал. Легко искать. Дальше. Виктор Борисенков. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я бы хотел заказать. Все, опять заказы идут. Благодарение за крещение у Стекрила Сахарова. Вы отвечаете. Аллилуйя. Александр Украина снова пишет. Просмотрел вашу евангелизационную беседу с мусульманской семьей. Увидел, что вам было тяжело. Ну, прочитайте. Вы молодец. Прочитайте. Прочитайте. Он видно, что это не православный говорит. Не православный. Но сколько хороших слов. Видите, он места писания переводит. Что можно сказать? Внешне не бреется. Я первое, что могу сказать. Ну, а тут, видимо, ответ идет. Надо посмотреть просто. Видите. Сергей Обиход. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Жду ваш ответ по поводу церковной истории. Евсивия Кисарийского. Еще один вопрос. Есть ли ваше мнение текстом или на видео о книге Стоп по поводу Петрополита Корнилия? Есть ли у вас мнение? Да, у меня есть. Мнение я уже написал Корнилию. Он поблагодарил меня. Я сказал, вот, глава от стихи, но уже через двоеточие. Братья и сестры нигде не обращаются. Только братья. Ни Златоуст, никто в 12 томах, братья и сестры нет. Только братья. А все братья и сестры, братья и сестры. А важно ли это? Важно. Важно. Поставьте женщину на место. В храме к ней не обращаются. Братья и сестры, это не евангельское обращение. Во всей Библии нет ни одного обращения такого. Что непонятно? Отцы, братья. Вот посмотрите, как стоит человек этот, Сергей Обиход. И как к нему обняла незнакомая для нас девушка или женщина или кто-то. Вот так должно быть, а не наоборот. И вот мужчина облапает женщину, там стоит. Вот мусульманские, все до одной, все до одной фотографии такие, пожилые, молодые. Он стоит, а она около него, тростиночка. Но она справа стоит все равно. А? Она все равно справа. Но справа это на фотографии, он не думал в это время. Справа, женщина должна быть слева. Да, ну это и мой ответ на вопрос. Вообще от книги Корнилия, вот. Мне некогда искать письмо митрополита Корнилия ко мне и нашу переписку с ним. Но она вся положительная могла бы быть, если бы я не испортил ее просьба разрешить старообряться в нашей деревне, присутствовать на нашем богослужении в храме. Он очень благодарен. Много интересного и полезного нашел я, когда послал ему книги свои. И прислал у меня книга «Сто проповедей», чтобы я дал на них рецензии. Я ответил, он говорит, я это учусь в следующей книге. Недавно презентация книги его была. Сергей Шорох. Здравствуйте, брат Игнатий. Я вам сегодня звонил из Санкт-Петербурга, и мы договорились созвониться по скайпу в 17.00 в воскресенье. Ну все понятно. А что, каноны, церкви тут, почитайте. Даже времени нет совсем. Олег Нарыков. Доброго дня. Возможно, я обращаюсь не по адресу, но позвольте задать вопрос. Понимаете, какая ситуация? Есть большие подозрения, что мои девушки сглазили или даже приворожили. Предположительно... Понятно, все, прочитайте о чем. Ответ будет дан. Продолжаю собирать материалы о блаженном Геннадии Ишимском. Отец Иогим должен помнить его. Ну, 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 понятно, не знаю. С уважением, Геннадий Андреевич Карамур, город Ишим. Ну понятно, теперь ответы пошли. Кому? С уважением, Геннадий, батюшки здесь нет, вы отвечаете. Ну вот, отвечаю. Ответы даются. Так, это кому-то ответ о чем? А девушку сглазили, что сделаете? Вот так. Обратитесь к священнику. Дальше. О чем? Создать материалы о блаженном Геннадии Ишимском. Вот так, отвечаю. Батюшки здесь нету и все такое вообще. Ярослав Шрамко. Батюшка, я служил в армии, хочу жениться. Можно после свадьбы к вам пожить в деревне недели на две? На видовый месяц. Дальше. Алексей Ермолов. Здравствуйте. Вы знаете, как стоит? Вот так вот, в сторону и прочее. Я не понимаю, это почему так? Вот так должно быть. Вот одеяние. Вот посмотрите, как у нас модераторы одеваются. Вот христианский вид. Неужели не понимаете одно от другого? Разница большая. Чтобы здесь было, смотрел сюда, не отворачивался. Здравствуйте. Можно пообщаться на тему пришествия Христова? Да, можно. Может быть, говорили кто? Александр Плужника. Я собираюсь идти в храм после долгого нехождения в него. Из-за столкновения с разными бабками. Пономарятами. Все, просчитайте. Упель крещения. Просчитайте тут. Дальше. Ответ. Зачем ответ ему? Зачем ответ? Следующий. Можно общаться на тему пришествия Христова? Ну. Хочу задать. Можно по скайпу? Заходите на наш видеоканал. Справа. Там все есть. Идти в храм после крещения. Можно окунаться? Михаил Тронин. Михаил Мира, я через вас с отцом Кириллом Сахаром, с отцом Иоанном Миролюбовым начал подридерживаться старого обряда. Какое ваше отношение к старому обряду? Ведь вы сами старобрядцы. Да. Хорошо, ответьте, если найдете время. Спасти Христово. Обряд не спасает. Камила Фоткулина. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Но мне хотелось бы задать вам вопрос. Я думаю, что вы сможете дать мне ответ на него. Мне хотелось бы спросить вас о Николае Втором. Он и его семья были причислены к липу святых после смерти. Ну дальше понятно, о чем есть. У нас все это сказано. Я отвечаю, что все это на нашем форуме. Одно и то же. Отвещать никак нельзя. Маркус Оливьерос. Игнатий, добрый день. Посмотрел сегодня про вашу деревню. У меня вопрос. Как вам попасть? И что требуется от людей? Да, много раз отвечали. И найдете прямо на нашем форуме. Зарядите деревню, потеряю. Вот прямо здесь, на этом форуме. Саня Коптеев. Здравствуйте, отец Игнатий. Как вы считаете, позволительно ли мужу исполнять любую прихоть жены? Ого, подкаблучник несчастный. Ничего несчастней нету. Михаил Троним, можно? Я через видео с Ацинкериум Сахаром или Миролюбовым. Какое отношение к старому обряду? Ответ считайте вот здесь. Я коротко тормозну, а вы дальше смотрите и считайте. Это ответы, которые, да, это ответы. Мне нужно подкаблучник презрент всеми. Вот она, смотрите. Одинокий вход запрещен. Почитайте. Протвери Николай Казачевский. В очках таких класс. Здравствуйте, Игнатий. Я священник с Украины. С большим удов... Это который на книге заказал. С удовольствием смотрю ваши ролики на Ютубе. Благодаря вам много для себя узнал полезного. У меня к вам просьба. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести ваш огромный труд? Долговую Библию. Дальше, вот она. Дальше ответ я даю. Где, что? Кто это? Елена Трегубова. Доброго времени суток. Так у меня все было хорошо. Вдруг появился один мужчина. Стал ухаживать за мной. Ну, дальше прочитайте, о чем идет. О чем идет речь. Какой будет дан ответ. Открыто все, как будто на исповеди. Женя Шепчук. Игнатий, добрый день. А вы читаете или читали каких-нибудь философов? Если да, то каких? Ну, вот так, видите, интересует. Считал я, не считал. Что от этого я отвечу? Я читал, пересчитал всех философов. Что от этого изменится? Сколько я читал, как-то посмотрели, это минимум шесть университетов надо будет. Я учусь всю жизнь непрерывно. Вот только закончил. Вот эту старообрядческую книгу считать. Только закончил. Она маленькая. 240 страниц. 330 пометок сделал. 330. Вот, понимаете, красный базис показываю где-то. Советую всем найти эту книгу и прочитать. Она в интернете стоит. Очень поучительная. Ну, просто очень поучительная. Издали ее в Барнауле. Про человека, который много претерпел из старообрядцев. Вот она как выглядит. Кто это? Кудрин. Бывает, книгу читаешь, веришь или не веришь, не знаю. Здесь я поверил каждому слову. Вот у меня написано, что Слово Божие нету с книга. И там как бы начинается автобиография. Ну, ко мне приехал книгу купить полковник. Полковник КГБ. Который меня курировал. Я говорю, а вы, Юрий Михайлович, верите, что то есть написано? Как верю? Так я участник этого. Это не то слово. То есть в моей книге 750 страниц из документов. Там сотни людей. Адреса обратные. Всегда телефоны даю обратные. Как не верить? Вот 15-16 том открытым оком. Это как 84 человека. Наши члены общины ходили, которые даже не члены. Как они обратились к Богу и как стали членами нашей общины. Пишут, а люди говорят, да вы сами написали за них. Я тогда раз одного выдернул. Так, я писал тебе? Писали дома. Я ничего не добавил. Ни одного слова, только эпиграф в конце. Ставил стихотворение. Люди не верят просто в это. Что еще? Ответ какой-то еще? Ермолов. Как же хотел узнать. Так как не владею знаниями, такими как у вас. Кто останется на великую скорпию время антихриста? Ну вот, ответ дальше даю. Вот он, прочитайте ответ. Считать не будем. Еще. Ангелина Гатчина. Приветствую вас и братья, отец Игнатий. У меня только один вопрос. Примитесь меня с мужем к вашему благодатному дому. Знак вопроса. Я не собираюсь плакаться и говорить, как плохо нам. У нас все хорошо. Только это хорошо ведет в ад. Хотим с мужем спасать души и жить как благочестивые, помогая других. Спасибо. Ну вот, которые нападают на меня, там эти, называются там миссионеры или что-то, чем-то. К вам идут такие письма? А вы посчитайте, сколько просят помолиться, и я не беру из денег. У меня тут одна вещь, а звонки, звонки. Отсюда, с Австралии, с Америки, с Англии. Не знаю, помолитесь, помолитесь, помолитесь. Отчего? Я живой человек, грешный человек. Грешный. То есть я грешаю, увлекаюсь, это страстный человек. Ну, какие приняты по православному канону слова, я их все скажу. Усматриваю, там что-то духовное, там, не блудник, не матершинник, ну, некоторые, ну, какой грешник. А если, говорит, говоришь что-то о себе, не говоришь ничего, скажет, скрывает, скажешь, он мне все сказал. Ну, это просто посчитать надо здесь. Это кому-то ответ даю, видите, какой ответ большой. Ангелина Гайшина, спасти вас Господи, отец Игнатий, все, что вы перечислили, к сожалению, относится к нам. Мы не святые, мы все проходили через это. Вы посчитаете дальше, то есть потеряйте нужно. Пять условий. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. И доказать это. Тогда первый разговор. А потом своими средствами построиться. Дом построить, скотину завести, прощать. Живут только от земли, от скотины. Елена Власенко. Добрый вечер, отец Игнатий. Подскажите, как мне быть? Я работаю в колледже, и мне там очень трудно бороться с подростками. Ну понятно, я отвечаю на это. Прочитайте здесь. Сергей Бехот, приветствую, уважаемый Игнатий Тихонович. Я смотрел видео, где на собрании вашей общины читается, что письмо митрополита Корнилия. У меня такой вопрос. Возможно, вы уже на подобное отвечали. Как вести беседы с баптистами о таинстве Евхаристии и о наших различиях в вероучении таинства? Так, то есть открытым оком второй том берите. Второй том. У меня, как беседовать с сектантами? Вот приезжал здесь, кто беседует с сектантами? А Амвросий Юрасов. Архимандрит. Православный Московского Патриархата в городе Иваново. И он, когда шли дорогой, там в одну деревню поехали, он говорит, вот послушай, он прямо остановился. Немедленно издавать это надо. Это каждое слово можно пощупать. А у нас там одна схоластика преподается только. Вот говорят люди, которые знают. А которые называются миссионерами, они не знают. Миссионер, он должен быть открытым всем. Везде брать доброе. Никого не преследовать, не добить. Это не миссионеры, это душители свободы, какие сегодня называются. Самые, как говорится, мрачные, недовольные чем-то. А когда они ко мне пишут, я даже не знаю, может быть специально меня испытывают. Я о них думаю намного лучше, чем они есть. Потому что были хорошие моменты. Да прости ты, Бог. Нуси Маковецкая, здравствуйте. Я бы хотел узнать, можно ли православным жениться на Баптистке. Если вам нетрудно, напишите мне. В писании говорят, у православных принято, чтобы привел сначала ее в православие. На Баптистке как жениться? Я еще немножко покажу. Вот ответ один. Посмотрите. Вот ответ второй. Считайте. Дальше. Михаил Чербина. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Я священник РПЦМП. Я рад, что есть ваши потерявки. Такая необычная манера проповеди, похожая на баптистков. Но православие. Ну, прочитайте дальше. Понимаете, первый раз заходит священник. Дальше будет ответ. Сергей Обиход. Игнатий Тихонович, прошу вас помолиться сугубо моей жене. Она сейчас в роддоме. Плановая госпитализация сегодня. Срок уже 40 недель. Как это было год назад. Выходится с женой. Вот тут ответы, да, видите, какие большие ответы. Там о деревне, там о чем. Это у нас уже есть. Стандартная. Новый ответ. Вот какой ответ. Хорошо, помолюсь только. Вот, пожалуйста. Сергей Комаров. Доброго дня, Игнат. Я понять не могу, вы относитесь к РПЦ официально? Или вы что-то типа федоровцев? И знаете такую группу в Воронежской области? Если не затруднись, напишите мне. Ну, никаким они федоровцы относятся, относились. Община была образована в лоне русско-православной зарубежной церкви. Ничем мы не отличаемся. Приняли акт в экономическом общении. К нам приезжают митрополиты, епископы были. Все абсолютно. Какие были епископы, все с нами в хороших отношениях расстаются. Что интересно, вот это злобное миссионерство их, ложное, даже страшно сказать, как будто бы нечистая сила его создала, вот нападают. И узнали, что у меня хорошее отношение, приезжает к нам служит литургию, митрополит, сейчас Иванников, Сергий. Они на него теперь, на него клевещут, там жалуются, там в сенот, видимо, везде. Он мне разговаривает по телефону, говорит, такое впечатление, что за люди, хотят убить вас или что. Понимаете, что это все там, измена, трусость и обман. Дальше. Был Сергей, обехустал, сернее обехот. Добрый день, Игнат Тихонович, я понял о молитве, но как мы можем молиться с вами одновременно при разной существовании? Ну ладно, ладно, можно, я показываю, прочитайте, что. Дальше. Андрей Потехин, Игнат Тихонович, прошу вас, с Христа ради помолитесь мне Господу, раб Божий Андрей, я. Дело в том, что за мои грехи мне Господь наградил шизофренией. Ну и дальше, прочитайте, если кому это интересно будет. Вот так. Ну и все, сейчас покажу немного наш, вот этот, мой мир. Посмотрите, заходите на мой мир. Мой мир зарядите Игнатий Лапкин. А почему один? Потому что мусульманин какой-то, шахид, взломал у меня все, и потом никак не мог зарегистелироваться, пришлось цифру подставить. А потом говорит, так вы как Николай Первый там просят. Ну, я не думал об этом, просто надо было зарегистрироваться. Сколько у нас здесь есть видео? 18 862. В фотографии столько. А видео? А видео 2267. Каждый день выставляем минимум 5 роликов. Минимум 5, но обычно бывает 7 до 10. Вот. И вот наш видеоканал. Это примерно 4200 уже, примерно, роликов наших. Тут выбор очень большой. По плейбисам расположено. Кое-где я перепутал. Вот прочитаю. Ну и вот здесь, если ткнете, вот главное, слово главное, вы сразу выйдете на, вот на это, на наше жития святых. Каждый день, на каждый день какие жития святых, они выставляются. Я их перетаскиваю в мой мир. Тут очень интересно слушать. В аудио. Это в 80-е годах я еще и стал. Ну и главное сокровище во свете Библии. Здесь 50 примерно книг моим голосом насчитаны. Не попал Феодорит, сейчас посмотрел. У меня многое в КГБ изымали, уничтожили, хранили. Надо каждый год снимать напряжение, пленки перекручивать. А у меня чуть не 20 лет под землей зарытые были где-то, хранили. Ну теперь надо цифровать было, все пришлось делать самому. Вот здесь эти книги и прочее. Ну что, Никита, все, наверное, на сегодня. Еще можно, если хотите. А? Да хватит. Все можно почитать. Хватит. Нет, все, да? Конечно, хватит. Хватит. Благодарю, Володя, всех, кто тут был, слушал сегодня. Ну, время-то еще немного. Сколько сегодня? 6 часов 17 минут. Вот сейчас, в данный момент. Тут не идут часы. А в старых 4.40, как всегда. Помолились и составили ролик за прошлый день. Помолитесь, чтобы все было богополучно, чтобы ярых этих врагов, да и всех врагов Бог примирил с нами. Я на них ничего не имею, только молю Господи, этого безумия им не вмини в судный день. Им все не нравится у нас, все. У меня был парнишка один в лагере, и домой писал письмо. Мне не нравится, плохо кормят. Это письмо, как сказать, перри иллюстрации. Нельзя отправить, пока не прочитаем. Заберите меня отсюда. Кормят плохо. Как дети поднялись. А там и шоколадные пирожные, и сливки, и рыба, и котлеты. Мед. Мед. Сотовый мед даже. Он стоит, домой охота вырваться. Здесь солнце плохое. Солнце плохое. Мы на солнце посмотрели, дети за животы хватаются. Воспитатели плохие. Воспитатели плохие, которые работают там уже 44 года бесплатно. Горшки вытаскивают. Дети маленькие бывают, до годика даже, с родителями. Шьют платьишко. Стараемся одеть бедных. Обувь купить. Иногда и билет покупаем. Его задолбили, он вот так стоит. Все плохое. И так здесь они, так называемые у них это, миссионерские отделы там, или сенсорские. На меня нападают. Вы нападаете не на меня, а на вымышленный образ. Меня там нету. Нету. Если бы вы были нормальные люди, не были изменниками, трусами обман. Трусов сикарыст. Вы где-то что-то выгадываете этим. Все это будет разгромлено. Останется только святое. Святое перед Богом. Я прошу вас, будьте повнимательны к себе. Главное, на меня нападали. И как только не поносили. Ужас один. Когда я ответил им словами, их же вернул им. Как они поднялись. Да это злословие. Да с ним то, то другое нельзя. Не надо это. Не надо. По-другому с вами было нельзя. Я ответил вам вашим языком. Языком. Я подтвердил это писанием. Любое слово подтверждаю. А что вы говорите, это придется вам зализывать потом. Искать, где вы сказали. Когда адарка, киска вот эта вот. Это вы все будете иметь. Ваших детях отображать все будет. Мне Бог открыл. Он внизу. На меня там говорят. Там он пророком. В пороческом духе написаны книги. В каждой книге 3000 ссылок примерно на священное писание. Выдержки, не просто ссылки. Богу нашему слава. Поставу позже. Поставу позже.